Не достроили, не доделали, не проконтролировали. Жители нового дома по улице Белинского после переезда столкнулись с серьезными проблемами. Стены дома начали трескаться. Причем это не единственная проблема, заявляют новоселы. Квартиры в новом многоэтажном доме были выделены по программе развития регионов по направлению жилье для молодых семей. Фариза Улбаева разбиралась в проблеме. Зина, ни садика, никаких условий, а зато счета идут как положено за все. Хотя мы молодая семья, мы только сами на ноги встали, а тут уже на нас давят и давят. Хотя, пожалуйста, сделайте условия, во-первых. Ключи новоселам вручили на праздник науры. Проблемы начались практически сразу же. Огромные трещины, неустойчивые стены. Все это увидела она с Гульсар Сембекова. Она в числе первых переехала в новый дом. И вот у нас проблема. Стены начали лопаться, трещины по всем стенам. Облицовка начала падать. Ну, конечно, демонтировали, но все же там очень много недостатков. Я обращалась лично потому, что у нас со стороны моей квартиры была облицовка падала, она вздулась. Я обращалась к застройщику, с пятого раза дозвонилась. И через скандалы они нам потом устранили, демонтировали, устранили этот неполадок. Проблемы начались сразу. После первого проливного дождя упала облицовка дома. С тех пор начались волнения. Красивый на вид дом, но с проблемами внутри оказался проблемным и в плане благоустройства. В доме для молодых семей каждая квартира имеет почти по два-три ребенка. Но играть детишкам негде. Вот и приходится им строить песчаные домики в песке, которые засыпали для них в местной детской площадке. Нам нужна детская площадка. У нас нет детской площадки. Во многих мы знаем, что в новостройке, когда дома дают, они всегда даются с детскими площадками. А еще то, что у нас, видите, тут же заросли, деревья. Мы не можем никак до остановки дойти. Потому что тут собаки, бомжи, все гуляют. Вот никак. Мы хотим, чтобы убрали тут деревья хотя бы. Но все же в большей степени новоселы, оказавшись в круговороте, проблемы обеспокоены состоянием дома. Чтобы разобраться в этом, мы обратились в отдел по строительству города Караганды. Там нас заверили, что трещины в стенах нового дома – это нормально. Дом, построенный на 800 миллионов тенге, является новостройкой. И это техническая осадка дома. И утверждают, что жители дома лично к ним не обращались. Проведут проверку лично и сделают все возможное. Нет, нет, нет. Мы будем и дальше же мониторить, потому что у нас есть гарантийные обязательства, которые будут продлеваться три года. Все же чиновники пообещали провести заседание с жильцами и исправить все неполадки. Если будет доказана вина застройщиков, в рамках гарантийных обязательств все будет устранено. А вопрос по богоустройству территории будет подниматься на Маслихате в начале июня после подачи бюджетной заявки. Как заверил специалист, детская площадка будет обязательно построена. Если не в этом, то в следующем году.